Здарова, мы в Калининграде. Погнали посмотрим, что это город такой. Здесь мы поставили памятник. Настоящий бульбаш. Дерево очко и залезть с него несколько раз. День трезвости. Вместо пива дают бесплатно мороженое. Не очень здесь просторно. Там практически губы к губам. Николай пытался сказать рыбные люля, не существующие в природе. Лучше упадешь в России. Варам свободу. Украсят яйца. Кто отгадает, тому майка в подарок. В ближайшие три дня у тебя будет много платного секса. Здесь снимали только документалку. Мы к вам приедем. Короче, замок Несельбек. Тут рыцари древние сражались. Вот ров такой, чтобы никто не преодолел. Мы находимся в районе Амалиенау. Это старая немецкая заставка. Реконструкция, которая не подвергалась практически современной реконструкции. В Пленеграде каждый подъезд это номер дома. В немецкой машине немецкий шарф. Барон Мюнхгаузен. Очень много времени провел в этих краях, поэтому здесь ему поставили памятник в виде ядра. Вы сейчас все увидите. Памятник есть, а Мюнхгаузена нет. Ядро, шляпа. День трезвости. Вместо пива дают бесплатно мороженое. Калининград емнулся погодой. Это старый стадион немецкий. Самая главная мулька какая. Входную группу делала при Советском Союзе. Местная команда называлась Спартак. Поэтому до сих пор остались ромбики с поперечной полосой. Только буквы С убрали. Местным это очень не нравится. Не хотят иметь ничего вообще в Спартаков. На самом деле Балтика это бывший Спартак. Город Калининград был известен как город-крепость Кёнигсберг. И имел много въездных ворот. Вот сходилось не так много. Мы сейчас поедем по основным четырем. Покажем вам их. Сзади меня ворота номер два. Одна из самых труднодоступных до совмещательности города. Потому что ни одного переходного перехода вокруг называются Фридландские ворота. Это вторые наши ворота сегодня. Пойдемте покажем вам ворота. Закхаймские ворота. Закхаймские позади нас. Ворота оказались фейковые. Сюда делали проход. Уже не ворота, а просто стена. Смотрите, вот я пытаюсь пройти. Не проходит. Так вот уперся и все. Надо отдать должное. Это третий наши сегодня ворота. Ну что, идем мы идем таки по городу Калининграду с Николаем. И тут раз, что вы думаете, что еще одни ворота. Вот они. Королевский. Наверное, в честь Наташи Королевой. В честь Наташи порывай. В Калининграде много янтаря. В общем, мировые запасы сосредоточены здесь основные. Стоит посетить музей янтаря. Показать вам его. В музей янтаря едем. Едем. Еще никак не можем дойти до музея янтаря. Одни ворота и ворота по пути. В этот раз начинается Росгартенские ворота вот такой офигенно рыбой. Много людей, ажиотаж. Наверное, не пойдем. Может быть, вернемся, когда будет погода на улице хуже. Сейчас уже хорошо. Такая погода, что по музеям шансову просто нет смысла. Гуляем, гуляем. Отлично. Мокрые все. Причем, мы им дальше не видели. А есть, чтобы была лягушка зентаря сделала? Вот. А маленькая? Маленькая вам? Прям совсем. Сколько это стоит? Вам нужна большая или маленькая? Маленькая. В 4000 рублей я есть. Это браслет. Ой, это брошь. А, нет. Просто лягушка стояла. Сколько? Полторы тысячи. Две тысячи. Нет, это здесь. Вот так. Вот здесь. Нет, это. Вот только лягушка. Да. Сейчас пойдем. Это... Скажи. Ну, за 2800 монгода. С цельного куска. Угу. Это вот, это 7. Но она в пупыре. Нам подарок просил человек. Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, мы приехали покушать в Кёниге. Офигенное заведение. Называется «Резиденцы королей». Ну, как офигенно, мы еще не покушали. Но мы предполагаем, что будет неплохо. Потому что вот такой здоровенный комплекс. Убираем блюдо. Убираем блюдо из меню. Я думаю, что по классике. Борщик и бестрогнов. По этим блюдам я понимаю, насколько хорошо готовят в кафе. Семга на гриле сделана. Убираем блюдо. Николай пытался сказать рыбные люля, не существующие в природе. Но и здесь его тоже не оказалось. Давайте мне драники с семгой, которые подаются с квашеной капустой. Я сказал, что это настоящий бульбаш. Ну говори про что, что к чему. Скажи пакет сначала. Пакет. Отлично. Откуда же коробка появилась? Андрей принес. Андрей. Супер. Лучше болезнь в России. Ничего себе. Это Андрей. Мы над Балтики. С 1965 года. Здесь только не живу. С 8600 всего лишь. Какого? С 8600 всего лишь. Ели из-за стола вышли. Очень вкусно. Поели, наели. Сейчас двигаем дальше. Рекомендую место. Да. Цены. Какие цены? Московские. Рекомендуете место? Да, хорошее место. Приятно. Покушали. Да, отбывало. Ну я не особо отбывал. Я мало ел. Да. Панимиковый футбол. То, что было в Глазго, это можно было назвать лёгенький душ. А здесь просто бассейн и брызги от слона, который там прыгнул. Калининградское СИЗО. Кокорин Мамаев мог быть здесь, но не получилось. Но здесь нет кофемания. Здесь нет стулом некого. Здесь все хорошие культурные люди. Здесь стулья все прикручены просто. Варам свободу. Варту мастик ауин. Памятник Зубрам. И он живёт быки. На Пасху им красят яйца. Вот эти вот самые яйца. Какой неаккуратный. Скульптура символизирует борьбу адвокатуры с прокуратурой. Скульптура. Надо отметить, что скульптура достаточно древняя. 1911 года. Основание скажем так. Музыка. Любимый завод. В общем, это единственный подземный переход в городе Калининграде. Облюбованный футбольными фанатами, которые здесь тренируют свои навыки в граффити. В прапоретах, видимо. Ну что, мы перешли на остров Ломзе. Здесь находится самый главный кафедральный собор Калининграда и могила Эммануэла Канта. Пойдём поближе. Мы на главном острове Калининграда. Сейчас. Ломзе? Ломзе. Кратко резюмирую. Город оставляет приятное впечатление. Я первый раз. Если бы, конечно, не прекращающийся этот ужасный перманентный дождь, то было бы ещё круче. Ну и так, в целом, вполне себе клёво. Можно походить. Я хочу сказать, за 20 лет, что я здесь не был, он вообще не изменился. Тот самый человек, который пропустил на ЧПТ-МИР 2002 в Японии два гола. Вот здесь похоронен. Тот самый немецкий вратарь Оливер Кан. Ничего себе. Я вообще не знал, что он умер. Правда? Да, да. Вот его могила. Офигеть. Вот это новости. Так вот. Вик живи, Вик учись. Хорошо, что приехали. Хоть узнал. Как можно назвать? Кантград? Кантград. Это кто это, на самом деле, всё-таки? Ещё поломолька, знаешь. Кто отгадает, тому майка в подарок. Один из самых топовых немецких философов, Эмманул Кант, покоится здесь. Говорят, что Калининград вообще на сегодня название. И город нужно было назвать Кантград. Кантград. Отличный заряд. Амстердам, Калининград. В Калининграде тоже есть памятник проститутке. Вот он сейчас перед вами. Говорят, потрёшь нос на удачу, и в ближайшие три дня у тебя будет много платного секса. Потёр, посмотрим. Новый день в Калининградской области. Мы на Курской косе. Сейчас пойдём на самую дальнюю, лучшую замечательность под названием «Высота Эфа». В советское время ходила байка, здесь снимали «Белосолнце в пустыне». только документалку, мы к вам приедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То самое дерево-кольцо. Если пролезть в него несколько раз, то только лет жизни и прибавится. Но есть ещё версия, что надо вылазить назад, иначе всё будет плохо. Дерево называется дерево-очко. Я слышал это ещё от бабки, от своей, которая была литовкой. Это реальная история. Вот, дерево-очко. Будете на Курской косе обязательно. Лучше приехать ночью, пока нет охраны. И залезть в него несколько раз и добавить себе лет жизни. Очень рекомендуем. Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы дюны не разъезжались, используют вязка из деревьев в виде квадратов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Мы в Зеленоградске. На знаменитом променаде, свеженьком. Который только что построен. Это не Подмосковье, Зеленоград. Это под Калининграде и Зеленоград... Зеленоград от Москва. Москва, сука. Под Калининграде и Зеленоградск. Современная набережная, очень красивая, окупающиеся люди. И Балтийское море. Балтийское море. Субтитры сделал DimaTorzok Зеленоградская водонапорная башня, постройки 1905 года, еще немцами. Зеленоградский Арбат, короткий и неинтересный. Покорми кота с утра, значит день прожить не зря, какая-то такая рифма. Короче, Зеленоградс город кошек, каждый реквизит это только подтверждает. Красный сиди, зеленый беги со всех ног. Ровно поставь, что делаешь? Пошли. Еще один котенок. Светлогорская водонапорная башня, известно своим плющом, который ползет по ней. Бывали времена, когда она была вся зеленой. Сейчас выглядит тоже прикольно. Фейковый, что ли, для туристов? Может, это фейковый сделал? Что это, блядь? Цент для туристов сделан, а вызывается у него другое. Шаоланды полные, кефалии. Вады Сукося привозил. Да, и одна большая белая клавиша. В пивной он входил. Пришли к часовне. Николаевич Савру расскажет, что за часовня. В мае 1972 года самолет ВВС СССР, делая облет радиоаппаратуры, цепляется за верхушки сосен, терпит крушение и падает на детский садик. В детском садике погибают все воспитатели, повара и дети, которые пришли в этот садик. Теперь на месте садика в часовнях. Похороны были засекречены, отменили все электрички из Калининграда. Также катастрофу вообще пытались замолчать. Но вот в какие-то уже много позже дали огласки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а мы идем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Что? Что это у тебя? Сова. А, я думал, камера. Камера? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, кстати, часы и время там, время погулять по набережной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Светлогорск после Зеленоградска оставляет ощущение элитности, аристократичности. Вельможный город. Каждый уважающийся фанат, кто выезжал в Калининград, юзил этот памятник, непременно надев на нимфу розу клуба, за который он болеет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Решили прокатиться на канатке, подняться к месту парковки нашей машины. Такой вот old school. Хотя, может, и old school вполне себе современный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, вот наша кабинка подъезжает, 18-й номер. Знаменитая Светлогорская канатка. Какого года она постройки? С 79-го. С 79-го. Ты че, немного волнительно. Да, юбилейная кабинка. Вот именно эта кабинка 40 лет назад была первой. Ух ты, дядь, еще все сломал. Живые. Что-то прорез. Дикарская, блядь, кабинка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не очень здесь просторно. Да. Там практически губы к губам. Ха-ха-ха. Какие-то полчаса и мы приехали на место. 37 минут. Если быть точно. И лоп-турный блядь. Я ее лезнул. Стемнело и мы подходим к стадиону. Все мы видим стадион в сине-фиолетовых цветах. Была очень интересная история в 90-х, когда болельщики Зенита из Санкт-Петербурга на полном серьезе предлагали Балтике взять янтарные цвета и не брать такие цвета, как у них сине-белые-глубые. Даже статья была в знаме Зенита целое. Но вот стадион почему-то не стали делать. Цвет янтаря сделали вот таким же, как арена в Санкт-Петербурге. Подсветки. Да, особой логики тут нет. Ну, Балтика белглубая. Я же еще так много людей-то вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Обещали нас побыстрее пройти. Какой у вас гейт? У нас Г-3. Г-3, это вам дальше. А там не будет еще больше? Ой, не знаю, вас пустят только там. Окей, спасибо. А я думала Сава. А-а-а, а я думала Сава. Прошли за 2 минуты. 2 минуты. Отлично, друзья. Теперь прорачивай свои ноги, прыгай с нами. Раз, два, три, четыре. Еще, еще. Поели рыбки. Атмосфера отличная. Трески поели. Потому что Калининград очень славится рыбой своей. Белорыбеца. Белая рыбка. Это треска. Белая рыбка. А также делая вино. Чива, да. Ребят, треска калининградская очень вкусная. Дорш по-польски. Вообще-то в Польше, конечно, лучше. Но здесь тоже не плохо. А вот эта футболка сборная, это какого года? Это 48-го года. Мне один мой знакомый привез. Безумный знакомый. Знаете, ездит по всем странам, привозит мне футболки отовсюду. Вот это одна из них, да. А вы, может, представитесь сначала? Я? Да. Дмитрий. Дмитрий. Зеленов, спорт-экспресс. Обозреватель. Что обозреваете, Дмитрий? Обозреваем спорт. Обригадо. Обригадо. Копа-кабана. Копа-кабана. Сокариока. Копа-кабана. Сокариока. Сокариока. Спасибо. Вряд, мы просматр пожелали. Оказывается, вот этот автомат в турнике отработает 30 секунд. То есть, загорелся в зеленике, как 30 секунд не вписался, все в башняка не впишется. 30 секунд достаточно много. Можно от конка до осмотра добежать. Проживание. Можно. Мы пришли на места свои, они оказались вот такими. Вот это место искалая, а вот это мое. Никого нет. Никого нет. Это место для интеравертов. Вообще никто не мешает. А ты в перформансе не участвуешь? Пацан. У меня нет перформанс. Нет. Сам-сам-сам. С-сам-сам-сам-сам! Градских народов союз вековой Первый темп завершен, время подвести промежуточный итог Надо сказать, мы владеем территориальным преимуществом, но не воплощаем это в точный удар и голы Надеюсь, ситуация изменится Мы решили перебазироваться на фанатский сектор, где будем не идти, чтобы поддерживать свою команду Игнатьев, вперед Должны забить, да Думаю, забьем Один-два Вперед, Россия, быстро в ход Вперед, Россия, быстро в ход Си Рад Рад Си Рад Рад Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok